Тема четвертой лекции – рекристаллизационный отжиг. Лекция разработана старшим преподавателем кафедры НТМ Платоновой Еленой Сергеевной. План лекции. Пункт первый – первичная рекристаллизация. Пункт второй – собирательная рекристаллизация. Пункт третий – вторичная рекристаллизация. Пункт четвертый – диаграммы рекристаллизации. Рекристаллизация – это один из видов термической обработки материалов, металлов и сплавов, приводящих к повышению структурного совершенства и уменьшению свободной энергии материала в пределах данной фазы. Под рекристаллизационным отжигом понимают нагрев металла для устранения наклёпа, созданного холодной пластической деформацией. Нагрев осуществляют выше температурного порога рекристаллизации с последующей выдержкой, которая в зависимости от цели отжига может обеспечить не только завершение первичной рекристаллизации, но и определенное развитие собирательной рекристаллизации. В связи с этим различают три стадии рекристаллизации – первичная, собирательная и вторичная. Все виды рекристаллизации отличаются друг от друга температурой, при которой происходят эти процессы. Холодная обработка металлов давления приводит его в нервонавесное состояние с повышенной энергией гипса. Наклёпанный металл стремится перейти в более равновесное состояние, и восстановительные процессы заключаются в основном в уменьшении общего количества дефектов кристаллической решетки и перераспределению их с образованием более равновесных конфигураций. Эти процессы совершаются путем перемещения атомов, и решающее влияние на них оказывает температура. На рисунке вы видите изменения микроструктуры при пластической деформации и при рекристаллизации. Сверху представлены измененные кристаллические решетки. Снизу рисунки показывают, как проходит процесс рекристаллизации. Частично или полностью снять наклёп можно при помощи отжига. Для этого необходимо провести нагрев отжиг после холодной обработки давления. Поэтому в зависимости от температуры и продолжительности отжига в холодно-деформированном металле протекают различные структурные изменения. Такие изменения принято подразделять на процессы возврата и процессы рекристаллизации. После нагрева наклёпанного металла до сравнительно невысоких температур, примерно 0,3 от температуры плавления, в структуре не наблюдается изменение формы и размеров деформированных зёрен. Не обнаруживаются новые рекристаллизованные зёрна. Но такой дорекристаллизационный отжиг вызывает изменение некоторых свойств металла. С помощью тонких методов анализа фиксируются изменения во внутреннем строении деформированных зёрен. Возврат – это совокупность самопроизвольных процессов изменения плотности и распределения дефектов в деформированных кристаллах до начала рекристаллизации. Если возврат протекает без образования и миграции субграниц внутри деформированных зёрен, то его называют возвратом первого рода или отдыхом. Если при возврате внутри деформированных кристаллов формируются и мигрируют малоугловые границы, то его называют возвратом второго рода или полигонизацией. Отдых – это самая низкотемпературная разновидность перехода наклёпанного металла в более равновесное состояние. К этим процессам относятся перераспределение точечных дефектов и уменьшение их концентрации до равновесной для заданной температуры. Другие процессы при отдыхе – перегруппировка дислокаций и взаимная аннигиляция дислокаций разного знака и общая плотность дислокаций – несколько снижается. Возврат второго рода или полигонизация заключается в том, что дислокации в упруго-деформированном объёме выстраиваются в стенке. Эти стенки являются границами субзёрен с малоугловой разориентировкой. Уход дислокаций из объёмов субзёрен способствует частичному возврату свойств. На слайде вы видите все этапы, которые были перечислены выше. Первое – это аннигиляция. Вы видите на рисунке дислокации с разными знаками. Они показаны разным цветом – красные и синие. В процессе нагрева дислокации вступают во взаимодействие друг с другом и дислокации разного знака аннигилируют. Оставшие дислокации выстраиваются в стенке, это видно на втором рисунке, образуя полигоны. Поэтому этот процесс называется полигонизацией. Данные процессы приводят к тому, что металл незначительно разупрочняется. Скорость рекристаллизации возрастает с повышением температуры. Температура рекристаллизации зависит от состава сплава. Температура начала рекристаллизации определяет температурный уровень разупрочнений металлов и сплавов и убывает с увеличением степени деформации и продолжительности отжига. В поликристаллических материалах, не испытывающих фазовой перекристаллизации, деформация и последующая рекристаллизация являются средством изменения структуры и, следовательно, механических и физических свойств и их анизотропии. При отжиге холодно-деформированного металла происходят значительные изменения микроструктуры, которые характеризуют процесс, называемый рекристаллизацией. При наблюдении структуры под оптическим микроскопом, наряду с вытянутыми деформированными зернами, появляются новые, более равновесные рекристаллизованные зерна. Первичная рекристаллизация сопровождается образованием новых неискаженных кристаллитов в деформированном металле. Происходит формирование областей, свободных от дислокаций или значительно более совершенных, чем окружающая матрица, зародышей или центров рекристаллизации и отдельных от нее границ с большими угловыми разориентировками. Зародыши рекристаллизации растут за счет окружающей деформированной матрицы. Зародыши формируются, как правило, при росте субзерен, оформившихся при полигонизации. На слайде вы видите три структуры. Первая – это деформированное состояние после обработки давления. На этом рисунке видно, что зерна имеют вытянутую структуру, то есть волокнистой структуры наблюдается. После того, как происходит нагрев и наступает процесс рекристаллизации, на границах зерен появляются новые центры рекристаллизованных зерен, из которых начинают расти зерна. Это видно на третьем рисунке. Происходит частичная рекристаллизация. При первичной рекристаллизации происходит наиболее радикальное восстановление структуры и свойств недеформированного металла. Если мы посмотрим на рисунок, то увидим, как происходит процесс зарождения и рост нового зерна. В процессе отжига происходит восстановление деформированных зерен. В начале происходит частичная рекристаллизация, которая заключается в том, что по границам деформированных зерен появляются центры рекристаллизации, из которых растут новые недеформированные зерны. Этот этап называется полной рекристаллизацией. При увеличении температуры нагрева и увеличении продолжительности выдержки, а иногда при увеличении этих двух факторов и времени нагрева и температуры нагрева происходит укропнение зерна. Это мы видим на последнем рисунке. Вместе с тем, с изменением структуры, прочностные характеристики, такие как твердость и прочность, значительно уменьшаются, а ковкость и пластичность значительно увеличиваются. Температура начала рекристаллизации напрямую связана с температурой плавления сплава и рассчитывается по формуле Температура рекристаллизации равно коэффициент альфа, умноженный на температуру плавления. Альфа – это коэффициент, который зависит от частоты металла. Для чистых металлов альфа принимает значение 0,2. Для металлов альфа принимает значение 0,4. Для твердых растворов от 0,5 до 0,8. А для металлов высокой частоты альфа принимает значение от 0,1 до 0,2. Как правило, полная рекристаллизация для различных материалов длится не более одного часа, при условии, что отжиг осуществляется при заданных температурах для каждого из них. Для магниевых сплавах эта температура составляет 300-400 градусов Цельсия. Для никелевых сплавах температура значительно выше – 800-1150 градусов Цельсия. Стали углеродистой группы нагревает до температуры 650-710 градусов Цельсия. Сплавы на основе алюминия – 350-400 градусов Цельсия. Титан нагревается до температур 670-690 градусов Цельсия. Медно-никелевые композиции – 700-850 градусов Цельсия. Алюминий – 300-500 градусов. А бронзы, латуни, а также медь нагревают до температуры 600-700 градусов Цельсия. Хотя медь может отжигаться и при температуре 500 градусов Цельсия. Рост одних рекристаллизованных зерен за счет соседних рекристаллизованных зерен путем миграции высокоугловых границ называется собирательной рекристаллизацией. На слайде вы видите структуры до собирательной рекристаллизации и послесобирательной рекристаллизации. Видно, что структура послесобирательной рекристаллизации имеет более крупное зерно, чем структура до прохождения этой фазы рекристаллизации. Собирательная рекристаллизация. Начало собирательной рекристаллизации не обязательно должно совпадать с моментом полного завершения первичной рекристаллизации. Когда в отдельных участках металла рекристаллизованные зерна приходят в соприкосновение, то здесь может начаться собирательная рекристаллизация, хотя в других участках еще идет первичная рекристаллизация. На рисунке отчетливо виден механизм увеличения размеров зерна, когда крупные зерна собирают в свой центр более мелкие зерна и увеличиваются за счет рядом лежащей мелкозернистой структуры. Зерна, которые растут, показаны стрелочками, выходящие за их границы. А зерна, за счет которых происходит рост, наоборот, показаны стрелочками внутри этой границы. То есть крупные зерна растут за счет близко прилегающих мелких зерен. Размер рекристаллизованного зерна после собирательной рекристаллизации обычно тем больше, чем крупнее исходное зерно. Это легко объясняется тем, что центры первичной рекристаллизации возникают предпочтительно у границ зерен. Разница в размере рекристаллизованных зерен значительно меньше, чем исходных. Причем с повышением степени деформации влияние исходного зерна ослабевает. Вторичная рекристаллизация развивается в определенном интервале температур, в котором нормальный рост зерен протекает сравнительно медленно. Зерна, выросшие при вторичной рекристаллизации, часто имеют предпочтительную кристаллографическую ориентировку. Причем текстура вторичной рекристаллизации всегда отлична от текстуры первичной и собирательной рекристаллизации и является более совершенной. Характер и степень совершенства текстуры вторичной рекристаллизации зависят от режимов обработки давлением, промежуточных и окончательных отжигов, в том числе атмосферы отжига, толщины листа и других факторов. Все эти факторы перечислены у вас на слайде. При собирательной рекристаллизации зерна могут укрупняться более или менее равномерно. И металл можно характеризовать одним средним значением размера зерна. Такой рост зерен называется нормальным. В определенных условиях после отжига обнаруживается структура, состоящая из множества сравнительно мелких зерен, примерно одинакового размера и гораздо меньшего числа очень крупных, иногда гигантских зерен, достигающих размеров в несколько сантиметров. Такая структура возникает в результате неравномерного аномального роста зерна. Большинство зерен укрупняется очень медленно или практически вообще не растет, а отдельные зерна вырастают до больших размеров, поедая свое мелкозернистое окружение. Такой процесс называется вторичной рекристаллизацией. Кинетика его очень похожа на кинетику первичной рекристаллизации. Размер зерен при вторичной рекристаллизации линейно растет с увеличением времени отжига, то есть скорость роста постоянно при данной температуре. С повышением температуры отжига скорость роста зерен при вторичной рекристаллизации экспоненциально повышается в соответствии с уравнением, а инкубационный период уменьшается. Структуру при вторичной рекристаллизации вы можете наблюдать на слайде. Здесь отчетливо видно одно большое гигантское зерно, вот проходят его границы, и большое количество мелких зерен, которые практически не изменили свой размер. Зависимость размера зерна от рассмотренных факторов изображают графически в виде пространственных диаграмм рекристаллизации. Эти диаграммы иллюстрируют зависимость размера зерна от степени предварительной деформации и температуры отжига при определенной длительности выдержки. Эти диаграммы дают возможность в самом первом приближении выбрать режим отжига для получения требуемой структуры. Мы видим здесь все три параметра, которые влияют на размер зерна. Это деформация, температура, при помощи которых мы можем создать структуру с определенным размером зерна. Пользуясь диаграммами рекристаллизации, необходимо строго учитывать те условия, при которых они получены, а именно время отжига, содержание примесей, исходный размер зерна, скорость нагрева при отжиге и вид обработки давления. Эти диаграммы дают полуколичественные данные, которые позволяют ориентироваться в том, как степень деформации и температура отжига влияют на размер зерна металла и сплава. Таким образом, мы с вами разобрали все вопросы нашей лекции и теперь для закрепления материала посмотрим видеофильм. Технология получения большинства металлических изделий связана с пластической деформацией и нагревом металла. При этом существенно изменяются структуры материала и его структурно-чувствительные свойства – прочность, пластичность, электропроводность. Металлы и сплавы, за редким исключением, используют в поликристаллическом состоянии. В микроскоп видно, что поликристаллы состоят из множества зерен кристаллитов. В поляризованном свете зерна различаются своей окраской вследствие разной кристаллографической ориентировки относительно плоскости шлифа. В зависимости от обработки, размеры зерен могут различаться по величине очень сильно – от нескольких микрон до нескольких сантиметров. В изделии может сформироваться и разнозернистая структура. Зерна отделены границами, структура которых зависит от угла разоориентировки соседних зерен. Если эти углы больше 10-15 градусов, границы называют большеугловыми. Величина зерна влияет на свойства металлови сплавов. Так металлы с мелкозернистой структурой отличаются повышенной прочностью и пластичностью. Это хорошо видно при испытании на растяжение. Крупнозернистые металлы хрупкие и менее прочные. Микроструктура может отличаться характером кристаллографической ориентировки зерен. Если большая часть зерен близко ориентирована, то такой поликристалл называют текстурованным. Весьма распространены текстуры, в которых кристаллографические плоскости куба, октаэдра, ромба-додекаэдра располагаются параллельно плоскости прокатки. Текстура может содержать разное число текстурных компонент. Характер текстуры сказывается на свойствах металла. Пластичность нетекстурованного материала одинакова во всех направлениях, то есть изотропна. В этом случае металл при штамповке тянется однородно. Пластичность текстурованного металла анизотропна. При штамповке металл тянется неоднородно. Управлять микроструктурой можно с помощью разных способов деформации и последующего нагрева. Рассмотрим это на примере прокатки. При прокатке зерна меняют свою форму и ориентировку. Они сплющиваются и вытягиваются в направлении прокатки. Возникает текстура деформации. Кроме того, в зернах повышается концентрация структурных несовершенств. Такое состояние металла является метастабильным. Для перевода в более стабильное состояние металл нагревают. При этом в искаженных участках микроструктуры возникают и растут новые неискаженные равноосные зерна. Это и есть первичная рекристаллизация. Возникшие зерна значительно меньше по размерам, чем исходные. При дальнейшем нагреве эти зерна укрупняются, происходит собирательная либо вторичная рекристаллизация. В фильме эти стадии не рассматриваются. В целом, под рекристаллизацией понимают процесс замены одних зерен данной фазы другими зернами той же фазы с меньшей энергией. Рассмотрим подробнее структурные изменения при пластической деформации и рекристаллизации. Изменение формы зерен при деформации происходит в основном путем перемещения и дислокации по плоскостям скольжения. Атомный механизм этого процесса связан с образованием и скольжением дислокаций. Линии сдвига являются местом скопления скользящих дислокаций. По мере увеличения деформации, дислокации движутся в новых системах скольжения, повышается плотность дислокаций. Взаимодействие полей напряжения вокруг дислокаций вызывает их сложные сплетения. При этом металл упрочняется и становится менее пластичным. Наблюдать изменения дислокационной структуры внутри зерна можно с помощью электронного микроскопа при увеличении в десятки тысяч раз. При этом дислокации видны как темные линии, а скопления дислокаций как темные области. На первой стадии упрочнения дислокации движутся в основном в одной системе скольжения. На второй стадии начинается скольжение в нескольких системах. На третьей стадии образуются сложные сплетения дислокаций. Возникает ячеистая структура. Ячеистая структура важнейший признак третьей стадии упрочнения. В объеме ячеек плотность дислокации относительно невелика. В основном они сосредоточены в стенках ячеек. Толщина стенок может отличаться от нескольких сотен ангстремов до нескольких долей микрона. Тонкие стенки характерны для металлов с высокой энергией дефектов упаковки. Размытые стенки характерны для металлов с малой энергией дефектов упаковки. В середине зерна ячейки незначительно разориентированы друг относительно друга. У границы зерна разориентировка значительно сильнее. Если скольжение дислокации затруднено, деформация реализуется двойникованием. При этом атомы кристаллита закономерно сдвигаются относительно плоскости двойникования. Рассмотрим изменения в структуре деформированного металла при его нагреве. При нагреве введенные деформации и дефекты перераспределяются и частично устраняются. Тау, время начала такого перераспределения, связано с температурой зависимостью. Где Ку, энергия активации процесса. Структурные изменения при нагреве делят на три стадии. Отдых, полиогонизацию, рекристаллизацию. Отдых и полиогонизацию часто объединяет в одну стадию, возврат. Отдых происходит при низких температурах, ниже десятой доли абсолютной температуры плавления. Он связан с уменьшением концентрации точечных дефектов. Вакансии, межузельные атомы и их комплексы стекают в дислокации и в границы. Об отдыхе можно судить по выделению тепла, определяемому с помощью калориметра. Либо по изменению электросопротивления, которое существенно снижается при отдыхе. Прочность на этой стадии практически не меняется. Полиогонизация связана с перераспределением дислокаций. Она происходит при более высоких температурах, так как требует большей энергии активации. При нагреве слабо деформированного металла дислокации перераспределяются в энергетически более выгодные стенки, перпендикулярные плоскостям скольжения. Эти стенки являются границами субзерен, полигонов. Схематический процесс можно представить так. При нагреве после сильной деформации, когда сформировалась ячеистая структура, полигонизация заключается в перераспределении дислокаций в стенках ячеек. Эти стенки сплющиваются и превращаются в плоские субграницы повышенной кривизны. Образование таких субграниц происходит не одновременно во всем объеме. В результате сплющивания стенок ячейки превращаются в субзерна. Затем субзерна укропняются. Укропнение может реализоваться двумя механизмами. Первый — миграция границ. При этом более крупные субзерна увеличиваются за счет более мелких. Второй механизм — коалиценции группы смежных субзерен. При этом внутренние границы этих субзерен рассыпаются. Дислокации из них втягиваются полями напряжений во внешнюю границу сливающихся субзерен. Последующий рост этого крупного субзерна идет миграцией границы. В результате его разориентировка увеличивается. Когда его граница становится больше угловой, субзерно превращается в зародыш первичной рекристаллизации. Первичная рекристаллизация происходит при высоких температурах. Порядка 3-4 десятых от абсолютной температуры плавления. Формирование центров рекристаллизации можно наблюдать с помощью электронного микроскопа. Зародыши первичной рекристаллизации прежде всего возникают у тройных стыков границ исходных зерен. А также вдоль этих границ, там где при деформации решетка была сильнее всего разориентирована. При дальнейшем нагреве зародыши рекристаллизации растут миграции своих границ. Существенно, что зародыши имеют ориентировку того субзерна, из которого они образовались. Во время роста новые зерна сталкиваются между собой. Возникают тройные стыки. Наиболее стабильные те стыки, в которых границы зерен образуют углы в 120 градусов. Чем более углы в стыках отличаются от 120 градусов, тем быстрее мигрируют их границы. В результате многократных столкновений зерна приобретают форму многогранников. После небольших и средних деформаций, когда разные зерна искажены не одинаково, менее искаженные зерна растут миграцией своих границ за счет более искаженных. Возникшие выступы играли роль зародышей первичной рекристаллизации. Чем больше центров рекристаллизации возникло, тем меньше конечный размер зерна. Число центров зависит от степени деформации. Диаграмма рекристаллизации иллюстрирует это положение. Перед вами микроструктура металла после разных степеней деформации. Нагрев после слабых деформаций не вызывает образование центров. Размер зерна не изменяется. При нагреве после критической степени деформации возникает мало центров. Зерно резко укрупняется. При нагреве после закритической степени деформации зарождается много центров. Зерно резко измельчается. Первичная рекристаллизация завершается, когда весь объем металла заполняется новыми зернами. Рекристаллизация это важное, а для металлов и сплавов неиспытывающих фазовых превращений и единственное средство управления их структурой. Зерно резко измельчается. Таким образом мы с вами изучили факторы, влияющие на первичную рекристаллизацию и механизм первичной рекристаллизации. Для закрепления материала вам предлагаются вопросы с РС. Первое. Влияние нагрева на структуру холодно-деформированного металла. Второй вопрос. Структурные изменения при холодной пластической деформации. Третий вопрос. Влияние горячей деформации на структуру. И последний, четвертый вопрос. Рост зерна при отжиге. При подготовке к лекции были использованы следующие литературные источники, которые вы видите на слайде. Также был продемонстрирован фильм, ссылка которого указана на слайде. На этом наша лекция закончена. Всем спасибо за внимание.